В 2010 году нырнул неудачно в диагноз перелом вывих С6-С7 шея. Я чувствую все, но ими шевелить конкретно не получается. Я травму получил в 17 лет, и как мне сказали, что реабилитация, только взрослые, больницы, детских нету. Когда мне исполнилось 18, год прошел, а квота выдается год. Евгению было обещано врачами с его момента получения травмы, что он будет находиться в этой коляске всю оставшуюся жизнь. Мы его взяли, что называется, просто за компанию со всеми. Было шесть человек, он седьмым к нам пришел. И когда через несколько дней, сейчас шестой, седьмой день, по-моему, он пришел, приехал на коляске с испугом на глазах, что случилось? Он проснулся сегодня от страха, потому что он перевернулся в кровати. Несколько лет он спал на спине и практически не мог двигаться. Где-то через 20-25 дней после его отъезда, они же все на телефонах, мы продолжали заниматься. И пришли ребята, сказали, вау, Женя встал. Как встал? Человек, которым не должен был вставать, у него травма позвоночника в шейном отделе. Он встал самостоятельно. Он встал возле стола, он встал возле подоконника. В данный момент он может сделать несколько шагов вдоль подоконника, вдоль опоры, вдоль стола, самостоятельно, без ралатора, без, скажем так, экзоскелета. То есть мышцы настолько уже накачаны, настолько окреплены. И плюс, самое главное, его уверенность в том, что он может какие-то движения воспроизвести сам, увеличить объем своих движений самостоятельных самостоятельно. Он грузится, он стал заниматься в спортзале, он стал качаться. У нас проблема только все, ну час закончился, хватит, а я еще хотя бы кружочек, хотя бы 10 шагов лишних. Ну пойми ты, второй на очереди стоит точно так же. Работа мышц ног, работа мышц спины, работа мышц таза. Они все это ощущают, они все это чувствуют. Начинают мышцы постепенно наливаться силой, постепенно туда притекает свежая кровь с питанием, с кислородом. Соответственно, человек чувствует уже теплоту. В первую очередь все отмечают, что тепло по стопам, тепло по голеням, тепло по бедрам идет. То есть приток крови вызывает, начинают работать мышцы. Не далее, как три тренировки назад, ты прошел только 300 метров. Сегодня ты прошел 400-500. Все, у них опять гордость за себя, у них гордость. Они тут же выкладывают это видео, они посылают его таким же друзьям, инвалидам. Те стараются точно так. А как это? Почему у него есть, а у меня нет? Я хочу тоже. Тут же у нас идет увеличение записи, уже запись на следующий год пошла, что все стараются попасть теперь на этот аппарат, видя, что этот аппарат не просто для тренировок, а именно он дает результаты. И результаты довольно-таки положительные и довольно-таки объемные. Не только вот Женя, это, скажем так, один из результатов. Их у каждого они свои. Кто-то больше, кто-то меньше, но результат положительный отмечается у всех. Практически на второй приезд они показывают сразу же лучшие показатели даже, чем уезжали. Почему? Они продолжают дома. Они увидели, что они смогут. Они увидели результат, который они достигли сейчас на экзоскелете. Зная, что они приедут через год, через полгода, они стараются дома не забрасывать занятия. На локомате ты идешь по одному месту, грубо говоря, на экзоскелете. Ты и держишь себя, в принципе, то есть шаг вправо, шаг влево, ты уже можешь упасть, а надо себя держать прямо. А там-то на локомате ты пристернул ты полностью, там уже ты никуда не уйдешь. Тут сравнивать чуть-чуть не стоит, потому что в локомате более, я не знаю, как по мне, и шаг шире, и с пятки на носок я переступаю, в экзоскелете чуть-чуть не то. Ты более мобилен, и если все делать правильно, если стоять правильно, прямо, ровно, то идешь, как оно должно быть. Вот этот аппарат дает толчок, чтобы они сами развивались, чтобы их дальнейшая жизнь не зависит от кровати, а они смогут увеличить, увеличить, увеличить объем движений и жить полноценной жизнью. Они все это делают осознанно, идут на боль, идут на какие-то тяготы, но получают взамен совсем другое, чем было у них. Улучшают свои качества жизни, соответственно, улучшают качество жизни своей семьи, которая тоже за него болеет, которая тоже за ним стремится. И вот надо видеть глаза этой семьи, когда они впервые встают, слезы на глазах у него, у самого это одно, а когда мама, папа, жены стоят и плачут, это еще хуже. Я, ну, сбавил обороты в плане реабилитации, и после занятий на экзоскелете я сейчас, в принципе, если есть где-то опора, я могу встать. Это после экзоскелета, и у меня опять появилось желание шевелиться, то есть я сейчас начинаю опять заниматься с более усиленным. Вдохнули в меня. Если бы я не видел, в принципе, я бы так чисто для поддержки штанов бы занимался и все, но если есть результат, то значит надо. Надо, надо.